Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Своя гордость, а Боржоев смотрим. Я вот такой вот уличный поэт, поэтому ставим лайки, комментарии, подписывайся на канал. А мне пора гулять дальше по улицам Старого Арбата. Субтитры сделал DimaTorzok Однажды, видимо, с просомок попала мышь в пивной бочок и в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь. Я гибну в жигулевском пиве. О, как же смерть моя простая. Сто раз была бы я счастлива, погибнуть в лапах у катания. Ну что ж, сказал с окна котища, я вытащить могу, но вы же превратитесь в пищу. Спаси, иду ко дну. Сто раз милее мне смерть на воле. И мышь от смерти в алкоголе была на счастье спасена. Но, оказавшись в страшных лапах, дрожа до кончика хвоста, пивной распространяя запах, мышь ускользнула от катания. Где ваше слово? Ваша честь? Вы же обещали так вас съесть. Ах, эта мышка пропищала. Ять спьяну обещала. Пора стучиться прямо в дверь. Нетрезвый женщин. Не верь. Мы это ровно. А нам и запах. Давайте немножко прозы почитаем, если вы не против. А подходите, пожалуйста, поближе. Проза она там не так громко. Не-не-не, граждане. Слишком много воровать стали на Руси. Но нет такого человека, он там что-нибудь бы не спер. Вот у меня, например, не доезжая пару станций до Шмирин, чемодан унесли. Главное, что с этим социальным бедствием делать, а? Руть что и ворам отрывать? Нет, раньше в Финляндии положить отрубали ворам руки. Ну, проворуется их нефинский гражданин. Шик, не ходи себе без руки. Но зато люди положительные пошли. Говорят, можно было квартиры не запирать. Или вот обронит их нефинский гражданин. А их нефинскую мустовую кошелек. Не возьму. Положат на тумбочку на видное место. И пусть все лежит до конца века, кто-нибудь опознает. Нет, ну деньги возьмите. Ну нельзя, чтобы деньги не взяли. Тут уж не рутит. Голову начисто оттяпывать, все равно не помогут. Я и говорю, у меня не доезжающие, меня не чемодан просто. Главное, вот подсаживается какой-то хмурый тип ко мне в купе. И говорит, олва, аккуратнее. Говорит, воры такие отчаянные, что прямо на живых пассажиров кидаются. Сапоги с граждан снимают. Я говорю, привычно. Говорю, завсегда ухом на чемодан ложусь, услышу. Ну, на этом и придрема. И значит, это ночь. Темнота. Сплю и чувствую, как кто-то во сне, в темноте, начинает систематически стереть с меня сапоги. Не, ну я вскативаю. Бегу по проходу, кричу. А таз, граждане, с живых пассажиров в сапоги снимают. Они мне, знаете, что говорят? Говорят, голубчик, это нормально. Ложитесь спать. Не, ну им-то виднее, что нормально, а что нет. Залезаю к себе в купе на верхнюю полку и тут вижу. А чемодана нет. Он же меня, подлец, нарочно за ногу дернул, чтоб я ухо с чемодана поднял. Говорят, граждане, вы ж не понимаете. У меня вся жизнь в этом чемодане. Там мочалка моя была. Ну на что им, чертям, моя мочалка, а? Ведь не попользуются, выкинут. Так и с мочалкой упер. Нет. Как полагается, на ближайшей станции, до особый отдел. Говорят, так, мол, и так, поймайте, рвите все руки к чертям. Смеется. Говорят, голубчик, оторвем. Только вот вы карандашик на место положите, пожалуйста. А я и смотрю, у меня рука с карандашом уже сама в карман тянется. Я говорю, извините. Я говорю, у меня нервы, у меня горе, у меня чемодан украли. Они говорят, нервы, горе, все понимают. Только вот у нас товарищи пассажиры в последнее время, не то что особый отдел, а весь чернильный прибор разворовали. Один подлец чернилицу с чернилами унес. Так я говорю, граждане, что с этим бедствием делать, а? Хата нет. Знаю, спокойно. Есть одна светлая мысль. Ну, ну жизнь же, она с каждым годом лучше становится? Лучше. Ну, не теплее, так лучше. Так может, через это самое у нас когда-нибудь и воров переведется, а граждане. Может, надо просто чуть-чуть подождать, а? Подождем? Михаил Зочин, 24-й год. Все еще ждем. Ах, и они ушли. Ну что, еще вам почитать? А, да, Мэйтоска. Извините, у вас есть инстаграм? А, где-то был? Леш, ты помнишь мой инстаграм? Нет. А телефон? Или контакт? Пойдешь, пожалуйста. Мой менеджер просто по продажам стоит. А я думаю, ты же Мэйтоска. А, Мэйтоска. Окей, Мэйтоска. Асфальт, стекло. Идой, свинек. Леса и травинки сбрит. С юга на север идут авеню, с востока на запад стрит. А между, куда их строитель завез, дома невозможной длинны. Одни дома клинную до звезд, другие длинной до луны. Янки по ножам и топы тлинив. Простой курьер стилив. Семь чинов человеческий прилив, семнадцать отлив. Мамаша грудь ребенку дала. Малыш с каплями из носа берет будто не грудь, а долг. За нецерьезным бизнесом. А ночью огни. Это я вам доложу пламя. Налево посмотришь. Мамочка мать. Направлюсь. Мать моя мамочка. Есть на что посмотреть московской Бродвее. Это Нью-Йорк. Это Бродвей. Хау, дэй-дэй. Я в восторге от Нью-Йорка города. Но, девчонки, не сброшу свиска. У нас, у советских, своя гордость. На буржуев смотрим. С высока. Владимир Маяковский. Молодец. Можете что-нибудь подрузить? Где вы работаете? Я специалист по рекламе в связи с общественностью. Следующий. Ладно, давайте что-нибудь еще веселенькое. Что-то. Сильно глад. Нет. А вэри рад. Нет. Мы с Тамарой страшно инглиш гладаем на парк. Вот первач. Он по их нему виск. А комбайнер? Whitehorse по-английски. Я Тамаре намек на объятия. Дресс не дрожь, говорит. Ед платье. И вообще, прекрати все желания, коль не знаешь предметов названья. Ай, это он храйкер. Янтелиш. You can see, говорю, моё чувство. And big love. Мне вообще-то, говорю, не чужие. Раз в контору, к нам чистый шикарен, свалился какой-то очкарик. И с Тамаркой на инглиш лапочек. Вот-то скрыть, отказ, что-то хочет. Но им тоже так слегка намекают. Дескать, тоже я сленг понимаю. И могу ему фасе расквасить. Только фейс, говорит, а не фасе. Тамарка вообще осверела. Своё это тресс выходное надела. Я, говорит, синема стар. Говорит, не спасару. And for me, ты и Василий не пар. Тамара tomorrow стала кинозвестой режиссёра, что снимает в колхозе Суворов сериал про жизнь компаньона. Третий день я прошу как в тумане. Даже дальние мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. У них там в кино, как у нас. Но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Вол, просты, говорит, вышла ошибка. Я и так говорю. Брошу виски, но ни слова. My love по-английски. Юрий Висборн. А как вас можно найти в соцсетях? Собить. Я здесь всегда. Ну, посмотреть видео у вас, не знаю, может канал на YouTube или где-то ВКонтакте. Ладно, дальше что почитаем. Лёш, что ещё почитать? Друзья, вот такой вот поэт уличный. Я не буду его читать. Иди сейчас. Это надо поздно. Когда люди едут. Ладно, давайте снимем всё. Лесо позволь. А со следующей шести отворения авторы на четыре года в тюрьму посадили. Старый Арбат. Здесь присутствуют маленькие дети. Я их немножко зацазарил. Старого Арбата. Всё будет в порядке. Всё будет в порядке. Волнуйтесь. Ставим лайки, комментарии. Всё в контроле. Подписываемся на канал. Один фрейдист, придя из института, к себе домой узрел ученика, который почему-то сидел на канапе с его женой. Причём сидел в такой нелепой позе, что ни в стихах не выразишь, ни в прозе. Учёный головой полик. Моя жена и мой же ученик. Но как назвать подобное явление? Ну, должно же быть ему у Фрейда объяснение. Ну, допустим, что он в ней свою увидел мать. Но этот факт, какой будет тип? Ну, нарцизм это, комплекс ли Эдипа, как нам точнее его назвать? Учёный целый год найти ответ старался. А Ларчик очень просто назывался и очень просто открывался. Вот так и мы порой, как комики, ответы ищем в экономике. А он один. И там, и тут. Её и нас. Николай, сел в 53-м и вышел за неё в 57-м. Друзья, такой вот чёрный юмор немного. Ну, давайте встали маленький перерыв. От канала Жека. Спасибо. Ой, ты посыпи, не моя нога. Блядь. Я слишком встал для такого рок-н-ролла. Как вас можно, я извиняюсь, в инстаграме найти? Там есть где записать? А вы говорите прям, я для Ютуба снимаю. Вы можете прям на камеру говорить. Это заложный произносимый никнейм. Вот так, там буду я. А можно посмотреть, дедушка? Я могу яркость увеличить. Если можно. Конечно. Просто для Ютуба снимаю. Да, как-то странно, что-то. Друзья, сейчас, сейчас, вот. Это в инстаграме его, да? Да, это я в инстаграме. А как измените вас, Сергей? Сергей за всё берётся смело, всё превращается в говно. Если за говно берётся, то просто тратит меньше сил. Очень приятно. Да, понимаешь, мне такую табличку надо таскать с собой постоянно, потому что я не знаю, когда приду, и приду ли вообще сегодня. Может, встречу знакомому или в бар с рулюсь. Чёрт кто знает. Друзья, вот такой вот уличный поэт, поэтому ставим лайки, комментарии, подписывайся на канал. А мне пора гулять дальше по улицам Старого Арбата.